Зеленая экономика с женским лицом. Именно такое ее видит экспертная группа по направлению поддержки женщин при партии Нур-Отан, коалиция с зеленой экономикой, развитие G-Global, а также общественный фонд «Социальная динамика». Они предложили проект для экономического стимулирования сельского населения и создания дополнительных рабочих мест для женщин. Семья Бибигулятпаева из села Викторовка стала заниматься три года назад. До этого были пробы в торговле и растеневодстве, но молочный комплекс оказался наиболее удачным проектом. Взяли кредит в 10 миллионов тенге. Ежегодно в летний сезон они отправляют на завод селье Садовым до 5 тонн молока местных буренок, обеспечивая завод сырьем, а селянок работой. Мы в деревне в этой живем уже всю свою сознательную жизнь. Здесь мы учились, здесь мы поженились. У нас трое детей. Решили принять предложение центра занятости, который нам предложили взять кредит по программе «Занятость». Вот 5% годовых взяли кредит, выкупили вот этот молочный пункт приема молока. Если не бояться трудностей, конечно, можно заниматься. Если дома сидеть и сложить руки, то никто ничего не принесет тебе. Между тем, в Акмолинской области более 22 тысяч безработных и большая часть из них – женщины. Для них весьма кстати пилотный проект, который стартовал в двух областях республики. Его создатели – экспертная группа по направлению поддержка женщин при партии «Нуратан», Коалиция за зеленую экономику и развитие «Джи-Глобал» и Общественный фонд «Социальная динамика», выступает за продвижение женского предпринимательства на селе. Взяли как в виде экспериментальной площадки Алматинскую Акмолинскую области по 20 сел. Будем обучать женщин, домохозяек, с тем, чтобы они не отрываясь от своего дома, потому что семья, село, все же не могут выехать куда-то, правильно? Поэтому без отрыва, что называется, от производства мы обучаем их на месте конкретному делу. Данный проект научит бизнесу и поможет довести его до производства. На семинарах женщинам дадут реальную возможность заняться нужным и полезным делом. Сами в этот проект очень верим. В Акмольской области уникальные парки. Здесь есть возможность собирать ягоды, фрукты. Эти ягоды, фрукты можно сушить. Мы обнаружили, что некоторые ягоды в сушеном виде более полезны организму, чем даже в таком натуральном виде. 500 Акмолинок смогут найти себе дело по душе. Для них предусмотрены 10 грантов по 600 тысяч. Кроме того, можно получить кредит в фонде финансовой поддержки. Есть образование юридическое. Хотела бы заниматься, я хочу открыть свое кафе. Здесь, в Викторовке, хотелось бы открыть свой бизнес. Сауле Кусаинова, Анатолий Полян и Азат Аитов, Акмолинская область.